привет друзья лежу на пляже возле самой воды сейчас у нас полная вода она подобралась совсем близко здесь так вот меня просили много раз а покажите как у вас приходит вода как она приходит как она уходит но я сегодня вот буду целый день на пляже лежать и купаться тоже сейчас загораю у нас час дня сегодня четверг по моему я уже запуталась в датах 25 июня кажется так в общем вот я вам засняла как близко подошел берег я стабилизатор не взяла поэтому только держу в руках никуда ходить не буду я потому что очень будет трясти вам камеру но сегодня люди это же купаются я себя уже не буду показывать как я купаюсь но я купаюсь каждый день по нескольку раз в общем смотрите запоминайте как близко вода и в пять часов через через четыре часа я вам покажу как она станет уходить а вообще лежать тут классно я буквально наверное в полутора метрах лежу от этих волн здесь я лежу на на возвышенности такая опять у нас галечная коса и поэтому вода не подойдет конечно ну и потом понимаете вот те случаи когда вода очень высоко подходит сейчас покажу вам вот видите вот здесь я лежу и вот здесь вот это вот стена подходит иногда вода и к стене тоже она недаром здесь закрывает оберегает дома но это все таки бывает редко какие-то только может быть несколько дней вот такая высокая вода это зависит тоже от полнолуния от новолуния зависит от времени года от многих многих причин сегодня у нас большая вода вот она только вот так вот подобралась не так не так и высоко вот опять если живой звук использовать как я использую сейчас великолепно слышно шум волн он просто убаюкивает и релаксируешь под него но если будет опять дуть ветер ну что ж сожалею часто на досках часто на лодках на каное плавают англичане вот и с другой стороны тоже видите я лежа снимаю чтобы меня особенно тут не заругали вот тоже две лодки стоят надувные тоже они плавали мужчина и женщина вдвоем на веслах они предпочитают активный отдых все таки вот видите рюкзак за плечами обычно соломенная шляпа и человек пошел вдоль побережья далеко гулять вот пожалуйста его женщина точно так же соломенной шляпе они ходят гуляют самое еще что интересно и зимой и летом одним цветом они вот и сейчас не раздеваются хотя можно было бы по пляжу погулять и раздетыми загореть но нет они ходят одетыми я даже много раз видела и в португалии тоже если англичане ходят вдоль пляжа то чаще всего они не раздеваются не в купальниках а просто шортах и футболках и даже они купаются посмотрите в шортах и футболках тоже очень часто залезают воду не раздеваясь и вот посмотрите сейчас вам поверну камеру вот там вот девушка видите надо на доске замечательно плывет устойчиво хотя волны и сегодня водичка знаете такая прохладная я уже дважды купалась возле берега она еще более-менее теплая туда дальше я даже не стала заплывать потому что очень холодная вода постоянно ее перемешивает но все-таки пролив солонт у нас он мелкий вода нагревается лучше даже чем если бы я сейчас поехала туда купаться на пролив ламанш там вообще вода холодная стоит еще отметить то что спрашивают у меня как здесь купаются и купаются ли зимой вы знаете мы как-то купались когда я только сюда приехала мне очень нравилось то что на море на побережье живу и я старалась каждый день как-то использовать я ходила до октября месяца купалась включительно даже в октябре если мы никуда не уезжали с мужем он конечно не купался он сидел на берегу обычно на раскладном стульчики а я плавала купалась с удовольствием и хочу вам сказать что вода она такая же такой же температуры все-таки это океан вода и нагревается медленнее и остывает тоже медленнее поэтому наверное даже и в декабре месяце вода не намного здесь холоднее вот так поэтому купаться можно я знаю у меня и знакомые тоже мои русскоговорящие знакомые многие купаются зимой но я сейчас как сказала вам уже не рискую потому что боюсь застудить спину и вообще стала как-то побаиваться проблем вот видите сегодня много у нас желающих искупаться а тут вот это семейство продолжает тренироваться каждый по очереди залезает на эту доску а все остальные наблюдают как долго он продержится потому что надо балансировать вот женщина сейчас выходит вот это вот она ей наверное лет семьдесят вот видите в очках я не успела вам ее снять но она смогла залезть и смогла даже устоять какое-то время потом конечно она упала сейчас наверное кто-то еще заберется но они конечно в этом плане молодцы потому что они на этих досках тренируются с молодых лет с детства почти все родители учат их почти все родители учат их вот там еще две лодки видите те которые я вам на берегу показывала уже поплыли муж женой на таких лодочках молодцы молодцы а вот тут у нас детками сегодня я же говорю несмотря на карантин у нас здесь многолюдно вот смотрите еще одна женщина довольно полная упитанная залезает на доску давайте посмотрим как она и нормально смотрите встала без проблем оп оп стоит о стоит опа женщине тоже далеко за 60 видите какие молодцы все спортивные все спортсмены ну молодежь то конечно уж тут само собой вот мужчина сейчас запрыгнет очень легко какие проблемы никаких я уже смотрю смотрю все купаются пойду тоже пойду тоже немножко поплаваю вот и он встает тоже видите ну вообще то я бы не сказала что он так уж вот боится трясется ой 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 ага ой 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 видите как я его перехвалила он только взобрался и тут же упал вот иногда говорят что баланс баланс у женщин лучше Там же надо держать Очень иметь хорошую балансировку Чтобы балансировать и не упасть Вот он опять А делать нечего мне Я лежу за гораю, так я хоть послежу И вам покажу Ну тут еще, может быть, знаете Все наблюдают Ой-ой-ой-ой, боже, как он Ой-ой-ой, сейчас упадет опять Как он трясется Опять упал А вот опять та женщина пошла Ну тут можно за ними наблюдать долго Вот, посмотрите Эта женщина вновь Решила поплавать Ей удалось лучше всех И еще, обратите внимание Она вся в татуировках У нее все бедра в татуировках В жутких зеленых и цветных Женщине, может быть, вам не видно Но я вижу, что она лет 65 Как и я Вот ничего нормально Татуировочки Скорее всего, что недавно сделаны Прошло два часа Вода И не думает еще даже Убывать, во-первых Во-вторых, вот эта вот компания Они продолжают тут на этой доске Экспериментировать Плавать, нырять И посмотрите, сколько здесь вокруг Этих надувных каноэ лодочек Плавает Я уже купалась несколько раз И соседи мои тоже здесь Несколько раз заходили в воду Три часа Я сегодня решила Но не только вообще-то сегодня Но и сегодня тоже Включительно Вы знаете Я сейчас занимаюсь таким Интервальным питанием Может быть, кто-то слышал Очень популярна И это диета И интервальное питание Потому что В общем-то уже Я столько набрала лишнего веса За эти два месяца Я и так-то Давно уже набрала лишний вес А сейчас За два месяца на карантине Никуда не выходя Только Что-то как-то заедала Заедала Все эти стрессы, как обычно Начала даже уже себе пироги печь Как вы видели Чего раньше никогда не делала И все это сказалось Очень плохо На моей фигуре Я прибавила еще Несколько килограмм И куда еще, как говорится Даже уже почувствовалась Отдышка Ну, отдышка у меня Вы знаете, почему еще Потому что я ведь курю Я уже говорила И это ужасно И я за это себя Клину Каждый раз бросаю И потом возвращаюсь Вновь Ужасное дело Не знаю я Как избавиться От этой привычки Пагубной Тем более Что здесь Сигареты Очень дорогие И они продолжают Дорожать У меня было для вас видео По-моему Два года назад Я вам Сделала видео Как бросить курить Оно называется Опять в правом верхнем углу Всплывет Кому интересно И я там рассказывала Сколько стоят Сигареты Тогда они стоили По-моему Шесть Так вот Сейчас Они стоят Девять пятьдесят Самая дешевая Пачка сигарет Пел Мел Стоит Девять фунтов Пятьдесят Пенсов Но это Восемьсот рублей Считайте Да И Всегда Я иду Я покупаю Пачку в неделю И все равно Обливаюсь слезами За то что Я трачу деньги Вот на такую Дрянь И ерунду Так что Надо конечно От пагубных Привычек Избавляться Это все Начинается С молодости Когда у нас Было модно Курить И мы все Курили сплошь Сейчас по-моему Уже это не так Модно и актуально А раньше у нас В любой компании Как же Не захочешь Так закуришь Потому что курят Все вокруг Раньше ведь В ресторанах Все курили Вернемся К моему Сейчас Вот этому Вот Интервальному Питанию Что это значит Интервальное питание Я о нем Слышала Уже давно Первый прием Пищи Лучше всего Это Одиннадцать Тридцать Двенадцать Часов Дотерпеть До этого Никаких Потом Перекусов Ничего И потом Только уже В пять часов Вечера Вот такой интервал В пять часов Вечера Или в пять тридцать Следующий прием Пищи Пищи Надо кушать Много И даже Жирной пищи Надо кушать Жирную пищу И клетчатку В основном Белки Жир Клетчатка А вот Углеводы Все Исключить И сахар И тогда Наступит вам Счастье Вы будете Худеть И потом Вот С пяти С пяти Или с пяти Тридцати Постараться Не кушать Вечером И если Вы не будете Наедаться На ночь То у вас Бессонницы Тоже не будет В общем Там все 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 взаимосвязано Я хочу Попробовать Вот я обычно С собой Когда Ходила На пляж Естественно Брала что-то Перекусить Считала своим Долгом Ну как же Обязательно Куда ж Куда ж Вдруг проголодаюсь За несколько часов Мы же все Вот так вот думаем И я брала С собой Вообще-то я брала Конечно Фрукты и овощи Помидоры брала Яблоки брала Абрикосы Ну какие фрукты были Тот я и брала А вот А сейчас Ничего не взяла Кроме минералки И думаю Что я Дотерплю Такое вот Интервальное питание Когда Переходишь Без всяких Перекусов На питание Три раза в день А еще лучше Два раза в день Что опять же Для нас кажется Странным Да Мы привыкли Что нам говорили Наоборот Ешьте чаще По чуть-чуть Вот понимаете Так это интересно Как по-разному Все время Происходят Вот эти вот Наши Научные Какие-то Познания И наши Все эти Ученые Не только наши Но и европейские Как все это Модно Вдруг То одно То другое Ну вот видите Было модно Сухое Голодание Потом Голодание На воде А теперь Вот пожалуйста Вам Интервальное питание Ну Не знаю Я попробую Потому что Для меня Например Это Даже наверное Более приемлемо Потому что На самом деле Я утром встаю Я завтракать Вообще не хочу Но думаю Как же надо Надо Иду Заталкиваю В себя Какую-то яичницу Там что-то такое А в принципе Я могла бы Обойтись без этого Поэтому попробую Так что у меня Сегодня еще Запланировано Здесь прогулка Я Гуляю Спортивной ходьбой Это Опять же То что С чего я начала Организм Не любит Стрессов Поэтому Бег Бег Не рекомендуется Бег После Пятидесяти лет Людям Не рекомендуется Вообще Это для организма Огромный стресс А вот Ходьба И Спортивная Ходьба Тем более Очень Даже Приветствуется Ну вот Друзья Я вам наговорила Сегодня Я сижу Смотрю Кругом Красота Лодки плавают Вдалеке На горизонте Видите Как Сегодня у нас Так Очень чистая вода Вы знаете Очень Сильное Течение Обратите Внимание Что Многие На лодках Даже если Пытаются Плавать Пытаются Плыть Грести Практически На одном месте Я Я Когда Заходила То я Плыла Против Течения Со всей силы Плыла 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 И Оставалась На одном месте Очень Сильно Тянет Вот Оттуда С пролива Ла-Манш С правой Стороны Очень Сильное Течение И Если Заходишь Туда Дальше Глубже Я Обычно Глубоко Захожу Ну Вот Как Тут Мужчина Вдалеке Где-то По плечи Вода Я Пыталась Идти Против Течения Вы знаете Сбивает С ног Очень Сильное Течение Не Знаю В связи С чем Может Быть Потому Что Здесь У нас Такой Поворот Идет Вода Прибывает Из Океана И Вот Течение Очень Сильное И Волны Сейчас У нас Видите Сегодня У нас На пляже Удивительно Много Людей Хотя Это Не Самый Центральный Городской Пляж Здесь Галька Но Здесь Вода Очень Близко И Лежать Удобно Здесь На Галечке Здесь На Гальке Всегда Сухо Галечка Такая Меленькая Видите Вот И Лежать На ней Не Твердо Удобно Удобно И Нормально Поэтому Сегодня Я Который Раз Приезжаю Именно На Это Место Здесь И Заходить Нормально Здесь Камней Таких Особенных Нет Вот Сейчас Постепенно Начала Вода Уходить Я Вам Обещала Показать Как Будет Уходить Вода Сейчас Уже Времени 4 часа 30 минут Только Начинается Отлив Буду Вам Все Таки Показывать Постепенно Как Уходит Вода Ну Вот Прошло Еще 2 часа Смотрите Сейчас Уже 5.30 У нас И Вода Уже Пошла На убыль Серьезно Она Убывает И Сейчас Вот Именно Будет Очень Очень Быстро Уходить Может Быть Даже Сейчас Вам Не Очень Видно Камера Еще Прошло 15 минут Как Начался Отлив У нас Посмотрите Заметны ли Вам Перемены Мне Конечно Заметно Люди Все Еще Продолжают Купаться Сегодня У нас Чудесный День Чистое Небо Целый День Солнце Прошло Еще Полчаса Я Лежу Все На Том же Месте Посмотрите Вода Уже Начала Интенсивно Уходить Это Когда Начинается Отлив То Вода Идет Очень Быстро Отступает Сейчас Буду Вам Показывать Постепенно Как Уходит Здесь Вода Отлив Показываю Вам Последний Раз С этого Места Потому Что Я Уже Сейчас Ухожу Больше Лежать Я Не Буду Прошло Еще 20 Минут Вот Сегодня Получается Наверное Я даже Не знаю Во сколько Я вернусь Но Я вернусь Еще Сюда И покажу Сюда И Так Как Я Почти Всегда Останавливаюсь Именно Возле Этого Отеля На Пляже И Я За Ним Наблюдаю Уже Показывала Вам Как Он Долго Продавался Теперь Вот Видите Вас Его Купили В лесах Он В лесах Его Сейчас Штукатурят Ремонтируют И Внутри И Снаружи Будем Дальше Наблюдать Что Получится Из Этого Я Спортивной Ходьбой Полчаса Прошлась По Набережной Пришла Вот Сюда Опять К Этому Углу Здесь Я Обычно Еще Еще Раз Купаюсь Но Сегодня У меня Другие Шорты И Я Обратно Не Хочу Мокрой Идти Поэтому Купаться Не Буду Здесь Почему Я Купаюсь Здесь Обычно На Своей Пробежке Потому Что Здесь Вода Все Еще Остается Глубокая Есть Такие Места А там Где Я Вам Показывала Там Уже Давно Вода Ушла Еще Прошло Полчаса Уже У нас 7 И Смотрите Как Ушла Вода Это Все То же Самое Место На Котором Я Была Вода Будет Еще Уходить Долго Еще 4 часа Будет Уходить И Потом Начнется Ночью Опять Прилив А вот Видите Как Она Сейчас Ушла Уже Далеко Довольно Метров На 10 Наверное И И Кстати Вы Знаете Друзья Что Сегодня Все Еще У Нас День Летнего Солнцестояния 25 Июня Посмотрите 7 часов Солнце Еще В самом Зените И До 9 Солнце Здесь Садится В 9 Вечера Даже Полдесятого Темнеет И Поэтому Странно Что Это Макушка Лета И По-моему С завтрашнего Дня Уже Начнет День Убывать Начнет Катиться Уже На Убыль Наше Лето Не успело Прийти И Так Быстро Уже Уходит Вот Как Это Все Странно Да Мы Порой Не Замечаем Но Вот Такие Вот Вещи Они Заставляют Задуматься Ну Друзья Я Больше Вам Не Буду Ничего Показывать Сегодня На этом Наверное Я с Вами Прощаюсь Увидимся Всего Доброго Пока Пока